Над фильмом работает большая команда профессионалов, как над исследовательской частью, так и над процессом съемок. Ученые Казанского Федерального Университета изучают регенерацию мышей на глубинном молекулярном уровне. Есть волшебный вид мышей. Они внешне такие же, как и все виды из этого семейства, однако их отличает высокая способность к регенерации. По словам научных сотрудников, если нанести мышь рану в ушки, она полностью зарастает, вернее, ее хрящевая ткань. Изучение мышей рода Акомис – процесс очень сложный и трудоемкий. Технологии секвенирования одиночных клеток в Российской Федерации мало кто пользуется по причине дороговизны и большого объема работы. Однако специалисты Казанского Университета трудностей не боятся. По словам проректора по биомедицинскому направлению Андрея Киасова, ученые КФУ уже давно искали уникальную модель животного, на котором можно изучать процессы регенерации. А здесь удивительно было то, что это млекопитающее. То есть это млекопитающее, обладающее вот такими, ну просто колоссальными способностями к регенерации. И, соответственно, раз это млекопитающее, то очень близко к нам. А раз это близко к нам, то если мы разберемся, почему так хорошо регенерируют органы и ткани у Акомисов, то мы сможем ответить на вопрос, а как стимулировать регенерацию уже в человеческом организме. Автора фильма привлекла фантастическая особенность этих мышей как млекопитающих – высокая способность к регенерации. Ведь обычные люди и остальные млекопитающие обладают достаточно низким потенциалом к восстановлению тканей. Акомисы же обладают феноменальными способностями как к возмещению тканей кожного покрова, так и внутренних тканей и тканей скелетного происхождения без развития фиброза. Это точно фундаментальная разработка. У нее очень далек, очень длинный шаг, но очень перспективный. И когда я ребят, может быть, шутку спросила, когда мы брали интервью, это Нобелевская премия, они им сказали, возможно. Ребята, естественно, сохраняют тайну, но я предполагаю, что у них уже есть какие-то опоры, на которые они уже встали, чтобы вот идти дальше. То есть, видимо, есть какие-то подтверждения, какие-то маленькие открытия, потому что процесс идет, люди работают очень вдумчивые, с горящими глазами и любящие свое дело, это заметно. Это второй такой научно-документальный фильм «Стена Казанского университета». В середине апреля съемочная группа подготовила материал о речевых нарушениях у детей. Он направлен на практические знания, связанные с изучением этой проблемы и конкретные пути решения для родителей, столкнувшихся с ней. Этот фильм, как и фильм про уникальных мышей, как и десятки других в ближайшем будущем создаются для того, чтобы сделать важную научную информацию доступной и вывести ее в массы. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюз.